Перспективы потребительской кооперации обсуждали сегодня на расширенном заседании. Для производства и реализации продукции разрабатывают новые методы. Одна из инноваций мобильное приложение. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Кооп. Этот логотип смогут использовать только те производители, чью продукцию оценят федеральные эксперты. Претендентов на торговую марку отбирал и депутат Госдумы, а в прошлом главный санитарный врач Енадий Онищенко. Среди лучших и предприятия по выпуску пряников из Цивильского района. Сертификаты победителям вручали в торжественной обстановке. Продукция кооператоров пользуется спросом. Только в прошлом году торговый оборот превысил 140 миллиардов рублей. В системе Центра Союза перерабатывают овощи, фрукты, молоко, производят соки, сыры, консервы, колбасы. На дегустационных столах изобилие блюд. От молекулярной кухни до деликатесов из марала и рыбы. Практически стараемся не солить. Соль должна только подчеркнуть вкус рыбы. Ежегодные объемы закупок предприятиями потребка операции «Чуваши» превышают 1 миллиард рублей. В Центра Союза отметили, что в регионе развивается сфера общепита. Эксперты оценивают высоко и качество реализуемой продукции. Самое главное качество, причем индивидуальное качество, отражающее национальную культуру любого народа нашей страны. Вот в чем новизна и продолжение тех традиций, которые были от царя-батюшки. Вот сегодня у нас в «Чуваши» 19% медикаментов реализуются через сеть аптек, которые принадлежат потребительских операций. Мы сейчас говорим, нам надо сохранить село. Сегодня «Чуваши» один из лучших регионов. По выпечке кондитерки вы тоже на первом месте. Вторые вы по молоку, по России. Важная задача для потребкооперации – развитие сети продаж. Для реализации продукции создают и интернет-магазины. Для расчета с пайщиками и заготовителями запустили мобильное приложение «Коупэй». Еще одно ноу-хау – мессенджер кооператоров. Люди что-то произвели и говорят, хочу продать, и пробуют, хочу купить. С кем она идет? Это честно продукт кооперации? Это продукт кооперации, и внедрением его будут заниматься у нас студенты. В отдаленные села приезжают автолавки для Центра Союза. Это приоритетный проект. Там, где нет магазинов, мобильные пункты привозят все необходимое. Без поддержки власти не будет кооперации. И кооперации тоже поддерживают и проявляют. И эти 48 соглашений, мы считаем, что в ближайший год мы со всеми регионами подпишем соглашение. Это будет целая политика по развитию малого предпринимательства, малого бизнеса, кооперации. Только мы ставим границу, только с кооператорами работаем. Любой предприниматель может прийти с нами на работу. На пленарной части форума обсудили и перспективы потреб кооперации. Среди первостепенных задач оптимизация логистики, создание сети оптовых комплексов и расширение сбыта. Многое зависит от господдержки. Начиная с реализации национального проекта развития агропромышленного комплекса, личные подсобные хозяйства привлекли льготные кредиты на сумму почти 27 миллиардов рублей. Это огромные средства. А годовая процентная ставка была 2%, 4% максимум. Это все позволило, потому что пайщики имеют Центр Союза, Чувашпотреб Союза, являются в основном селяне. И они сегодня излишки продают. Еще один проект Центра Союза поддержан президентом России. Студенческое сообщество «Маяки дружбы» шагают по стране. Всю суть нашего проекта можно раскрыть через его девиз. Девиз у нас звучит как «Помогать, познавать, рассказывать и дружить». Помогать суть заключается в нашей волонтерской деятельности. Мы ее ведем как в нашем регионе, так и за пределами, на Кавказе. И так, познавать – это помогаем, мы узнаем много нового. Мы не только работаем, иногда нас вывозят на экскурсии, мы знакомимся с культурой. С этого дня «Маяки дружбы» начинают работу и в Чувашии. Раз, два, три. Ура! Обладать, познавать, рассказывать, дружить! Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.